добрый вечер господа это юлия латыни стаин станислав белковский дежурной по эпохе как всегда в это время по вторникам остаться привет привет юлий всех приветствую всем подписывайтесь если можете ну собственно а чего же вы не можете на наш канал делитесь с руками на этот эфир и ставьте лайки кстати говоря вот у нас вчера был гуреев и мы рекламировали его книжку я подумала чушь я собственные книжки ну даже на том же самом литресе не рекламирует тоже будем ставить ссылочку на мои книжки от охоты до изюбря до колдунов и министров а также подписывайтесь на канал стаса и он его отрекламирует как всегда сам до минувшее воскресенье состоялась премьера программы 4 мировая война это специальный выпуск выпуск сетдаун шоу время белковского с достаточно полным на мой взгляд изложением ситуации о 4 мировой войне как она и почему она началась что происходит сегодня ни на чем сердце успокоится так что подписывайтесь на канал белковский с 4 мировой войной и ежебудними выпусками коротких программ добрые доброго дня малыши и доброй ночи малыши которые успокаивают вас не только на ночь но и в разгар рабочего и нерабочего дня ну я тогда тебя ловлю на слове ты проанонсировал четвертую мировую войну и почему она началась коротенько скажи почему да коротенько минут на 40 значит как называется трейлер сейчас сказать обсуждается идея что в рамках опять же усиление цифрового контроля над людьми люди должны будут делать трейлеры про себя всегда как паспорт должен быть собой еще и трейлер хочешь быстренько рассказать минуты на 3 кто ты такой включаешь официально зарегистрированный трейлер и все тебя узнают а четвертая мировая война как я утверждал еще тогда чем не могу не похвастаться хотя и со скорбной миной мне присущим началась весной 2014 года начал и владимир владимирович путин и если анализировать это дело с точки зрения психоанализа они политика экономики то здесь это происходило на стыке двух процессов первый владимир путин всегда выигрывал на разрушение систем которым служил первых мощный карьерный взлет пришелся на был связан с распадом советского союза где он был винтиком системы а второй с крушением администрации анатолия собчака в санкт-петербурге чем в обоих случаях если смотреть на это дело объективно пусть он должен был потерпеть полное жизненное крушение случилось ровно наоборот оба раза с ним случался вертикальный взлет и следующий вертикальный взлет с ним должен случиться когда он в его понимании это без психологии без сознательного обрушит американо-центричный мир а также и рф как страну часть этого американо-центричного мира какой она и возникла в 1990 году уже за пределами и полярного мир он это и делает второе проявление дипового комплекса потому что в широком смысле дипов комплекс связан не с сексуальными претензиями мальчика на мать как читал дипом фрейд а с обидой на несправедливость созданного отцом мира при этом отцом данном случае выступает не только биологический отец но и господь бог как отец в рамках любых представления господи боги которого человека на бессознательном уровне тоже существует и про отец адам который совершил грехопадение в общем подставил всех своих потом поэтому путин не случайно в речи путина часто появляется слово несправедливость слова справедливости несправедливость он пошел против несправедливости американо-центричного мира где америка решает все и поскольку вдруг неожиданно выяснилось так думают многие не только что еще есть кто-то в мире кто не хочет доминирования америке то вот собственно и началась четвертая мировая война очередным актом который является нынешняя война в израиле но вот доминирование америке президент байден прибыл в израиль президента зеленского уходят слухи они не подтверждены они опровернуты с обеих сторон что нетаньяху тверк сказал зеленскому что тот не приезжал в израиль то ли одновременно с блинки нам то ли одновременно с байденом и несмотря на то что они не подтвержденные с обеих сторон факт заключается в том что зеленский собирался приехать в израиль и не приехал а соответственно что-то мне подсказывает что эти две вещи визит байдена и не пресс зеленского они как-то связаны между собой соответственно зачем почему приехал байден и второе почему нетаньяху скорее всего отказал в приезде зеленского насколько можно судить с вами сам зеленский хотел прилететь одним самолетом с антоним блинкин просто одновременно одним самолетом поскольку международный визит он всегда проявляется не на своем самолете на самолетах уважаемых партнеров американских или британских это повышает уровень безопасности его перемещений в пространстве соответственно сопровождении военных самолетов этих стран но израиль опять не хотел чтобы распылялось внимание визит джозефа байдена вообще все любые визиты в израиль сейчас должны быть посвящены только безопасности израиля и ситуации на его территории а визит зеленского неизбежно был бы посвящен значительной степени войне в европе украинской войне соответственно вопросом о сострадании к украинцам а не только народу израиля что для израильских властей был невыгодно кроме того никогда не будем забывать что отношения между израилем украиной не были простыми на всем протяжении существования по советской украины израиль всегда относился настороженно киеву задолго до всяких войн и до спецоперации за ты данных всей крыма а я еще изучал этот вопрос в начале нулевых годов и понял что в израильских элитах достаточно сильна партия который считает что национал демократические силы украина пронизанный пропитанный антисемитизмом и поэтому тогда еще не явным и неформальном противостоянии и рф украины лучше поддержать рф и президент владимир путин вполне лояльно израилю а также облагодетельствовал всяческие еврейские организации созданы не без его участия после того как он в неравном бою сразил владимир гусинского и лишил его власти в российском еврейском конгрессе так так продолжалось собственно и во время революции 2004 года значительная часть израильских элит поддерживала виктор юнуковича и российские планы по установлению неформального контроля над украиной так было и потом и потом на том если мы вспомним 2022 год как позже после начала войны когда у власти находился вовсе не биби не таньягу какие были те личные отношения не связывали вас владимиром путином чего бы это уже не были чего не укрименьшал бы но не привели чего находилась правительство нафтали беннета и эра лапиды которая реагировала на украинскую войну точно также довольно сдержанно и фактически занимала нейтральную позицию которая в той ситуации была и остается в пользу рэп де-факто ничья ничья в пользу кремля и мы помним выступление владимир зеленского в кнессете когда еще по видеосвязи поскольку зеленский все времена не покидал украину который был воспринят опять же неоднозначной израильскими элитами часть его выступления были признаны израильтянами прямо неудачными в частности сравнение украинской войны с холокостом чего конечно израиль и израильские за истеблишмент принять не могут ни от кого и ни по какому поводу и второй когда зеленский сказал что евреи должны защитить украинцев точно так же как украинцы защищали евреев во время второй мировой войны у многих израильских политиков это вызвало просто демонстративный и гомерический хохот поэтому это никогда не было честно говоря если бы это было так же то это да и тогда один из израильских министров сказал что ну израиль страна суровая но не настолько жестокая следовать совету александр зеленского израиль не будет но израиль всегда он осторожно относился в украине к украинским элитам и уж точно он сейчас не хочет чтобы визит зеленского отвлекал мировое сообщество от собственной израильской войны мне просто показалось что одной из существенных деталей было то что нетаньяху сейчас действительно важно посредничество путина другое дело что я совершенно не уверена что путина собирается посредничать и что он просто не является либо союзником ирана либо просто следует формате его политики и так далее так далее но нетаньяху как просто опытный политик считает что путин если его раздразнить может дополнительно навредить а в общем-то задобрить его лучше всех задавривать чем всех злить на самом деле навредить ничем не может а может только отнести отвлечь на себя внимание и помочь ничем не может что в данном случае для израиля является вредом или рассматривается как вред но поскольку ясно хотя джанет елен министр финансов сша сказала тут на днях что сша как глобально держала состояние потянуть и две войны но это вызвало скорее некоторую радость в кругах ее оппонентов потому что что только 2 но тогда мы устроим третью ждите где и владимир путин безусловно собирается посредничать он никого уже его главное историческое достижение на которой он ориентируется кем он собирается остаться в истории то условным умиротворителем ближнего востока и важнейшим со создателем к спонсорам создания независимого палестинского государства это видно по всей его реакции по поведению после 7 октября его дня рождения и начала новой израильской войны когда он не скрывал своего счастья вот и вчера он переговорил как мы знаем с руководителями пятью стран непосредственно имеющих отношение к палестинской проблеме в первую очередь своими союзниками ираном и сирии дальше с египтом и руководителем палестинской администрации махмудом аббасом ну и под занавес он что поговорил с дуби нетаньево вчера вечером и впервые 7 октября принес соболезнования израильскому народу совсем случившимся после чего немедленно был пики формально на форум связаны с титульным китайским проектом пояс путь более известным как один пояс один путь мне объяснили специалисты что его теперь надо называть просто пояс путь но ясно что план должен быть согласован с си цзиньпином как старшим стратегическим партнером кремля здесь все это не случайно он говорил со всеми прямо накануне своего отбытия в пике также если опираться на официальные источники с разных сторон по поводу содержания разговора путина с биби нетаньяху то путин довел до биби нетаньяху позицию всех остальных своих собеседников включая иран то есть безусловно он собирается как и прежде быть защитником евреев и предотвратить он продает израилю предотвращение дополнительного вступления ирана в войну и активизации хизбаллы как минимум на юге ливана и также не на север израиль иранские представители включая их министр иностранных дел который сейчас ездит по по миру активно но везде где опускают подчеркивать что если эскалация всех три газа продолжится начнется наземная операция усугубятся обстрелы бомбардировки иран не сможет сдержать свои прокси группировки и сама подчеркивать сам что сам иран опять войну не вступит ни в коем случае но с прокси группировками тут уж как пойдет здесь стать поползли слухи еще по поводу того почему представители кремля так радостно говорили что вот в газе найдется обязательно оружие поставлены с украины по одной из версий это кремль мог передать старую же туда через иран потому что кремль располагает определенным запасом трофейного захваченного на украинских фронтах у вооруженных сил украины вот комбинация такая нехитрая берем оружие захвачено украины передаем хамасом и вот смотрите там украинское оружие после западное оружие поставлены украине поэтому поставки эти должны прекратиться вот поэтому то конечно израилю сейчас это не надо по-прежнему исходит из того что нельзя совершать никаких шагов которые хотя в минимальной степени негативно сказывались на его безопасности но на путину он точно хочет он не просто быть агентом какой-то старшего брата хотя тоже признание с оговорками потому что здесь путин хочет перехитрить мировую историю известной степени это признание частично и локально вот но нет он хочет быть очень активным игроком именно поэтому он постоянно делать такие реверансы в адрес исламской умы исламского мира и теперь уже мы можем предполагать что на активизация рамзанах матча кадырова который не просто демонстрирует как обычно что ему все можно но демонстрирует что ему совсем все можно тоже связано с этим фактором потому что кадров было остается деликатным коммуникатором для владимира путина с элитами некоторых исламских государств поэтому тут вот по подчеркнутой исламизация определенных внутри даже внутри политических контекстов и то что который уже раз главным врагом человечества она объявляется несчастный никита журавель сжегший коран я еще раз подчеркиваю категорически не одобряю его поступок но тоже с ним делаются больше вызывает ему сочувствие и к поступку его к нему самого никите журавель и вообще очень странно понять с каких пор чтобы никита не совершила еще раз подчеркну что суд над ним будет не раньше апреля 2024 года и пока суд не вынес приговор нельзя считать журавеля уголовным преступником как его уже объявило большинство представителя около кремлевских кругов оказывается он страшный преступник ну каким преступником он не был даже если суд его признает преступником он явно не джек-покрошителя какой-то явно обманутый кем-то несчастный молодой человек но почему так подчеркивается вот что и насилие над беззащитным является какой-то доблестью геройство потому что после рамзан ахмадович когда опубликовал очередной ролик про своего сына адама с избиением никита журавеля и заявил что его сын адам теперь герой всех мусульман ну я не готов подтвердить что из насилие над слабыми беззащитными есть признак героизма для всех мусульман если посмотреть пропаганду хамас которые очень радовались как они отрезают беззащитным младенцем головы то мы видим что ну как бы кадыров-младший еще не достиг вот этой степени просвещенности и вот 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 этой степени нирваны но тем не менее туда стремится это вот связано на мой взгляд не не с исламскими приоритетами а с приоритетами группы физической силы которая лежит в основе этического кодекса вообще правящей российской элиты и не только ее то есть ты можешь кого-нибудь избить то ты молодец а тот кого-то избил лохом а если ты не можешь кого-то избить лучше не начинать это кстати дает повод для известного оптимизма потому что еще раз наводит на мысль что в прямую войну с нато российская федерация при путине не вяжется ты мне вот что скажи я тоже согласна что ну просто путину эта война подарок с неба и конечно он должен попытаться в этой ситуации вот как эрдоган в случае российской украинской войны стал посредником очень на этом вырос то просто вот это путину подарок чтобы быть посредником и вырасти но если это подарок и если его естественный статус это статус посредника то зачем он так странно себя ведет потому что он публично себя ведет не как посредник а реально как симпатизант хамас кроме того что касается перспектив создания палестинского государства особенно на основании требований хамас я во первых сейчас не вижу никаких перспектив создания палестинского государства хотя я вижу перспективу того, что Хамас будет стер с лица земли. Путин в первую очередь нуждается в консолидации исламского мира, в свою поддержку, как посредника, как одного из ко-спонсоров создания палестинского государства. В этом, я думаю, они действуют заодно и параллельно с Эрдоганом, потому что сегодня уже министр иностранных дел Турции заявил, что надо создавать срочно палестинское государство, и должен быть полстран-гарантов этого палестинского государства. Путин хочет войти в полстран-гарантов, и для этого сначала ему нужно консолидировать исламский мир, чтобы сказать, что у него есть некое подобие доверенности о значительной части этого исламского мира. Плюс китайская доверенность. Когда он будет иметь эти доверенности, тогда он уже может играть в Эрдоган на совершенно другом уровне. И возвращаемся к мысли о том, что Израиль все равно не будет рисковать и не пойдет на разрыв отношений с Путиным. Он будет принимать любые жесты и шаги, которые способствовали бы прекращению нынешней войны. Разумеется, инфраструктуру Хамаса Израиль может уничтожить и лидеров ликвидировать. Но Хамас же является не просто террористической организацией. Хамас достаточно популярный, если не самая популярная, на Палестинской улице, то есть в арабском народе Палестины, политическое движение, политическая сила. С тех пор, как Хамас выиграл выборы в палестинской автономии в 2006 году, правда, власть на западном берегу реки Иордан ему так и не передали, и правительство в главе с Исмарилом Ханьейей было распущено, с представителем Хамаса Исмарилом Ханьейей было распущено, обумазанным, то есть Махмудом Аббасом, тогда они схватились от Артагаса. Популярность их среди арабского народа Палестины весьма велика, и поэтому их исчезновение как военного или террористического фактора вовсе не значит, на их месте не образуется что-то новое, с нечеловеческим лицом, только вид сбоку. Это угроза вполне реальна, хотя сейчас обумазан, то есть Махмуд Аббас, уже заявляет о том, что Хамас не представляет палестинский народ, и если сектор газа передадут ему, с ним тогда можно обо всем договориться. Так это или нет, неизвестно, является ли он субъектом, который в состоянии контролировать собственный арабский народ Палестины, независимо от степени нашей оценки субъектности этого этноса, о чем мы с тобой подробно говорили в прошлый раз. Но Китай, кажется, мы затрагивали эту тему тоже в одном из наших прежних выпусков, он является тоже бенефициаром, в чем достаточно внятным и полным бенефициаром этой израильской войны. Потому что в сентябре, напоминаю, если кто забыл, в сентябре, совсем недавно, полтора месяца назад, на саммите Большой Двадцатки в Нью-Дели Джозеф Байден представил проект транспортного коридора альтернативного проекта поиск-путь. Это так называемый Аймерк, коридор, который должен был связать Индию через Ближний Восток, то есть Саудовскую Аравию и Израиль с Европой. И вот этот проект находится под самым большим ударом в связи с начавшейся войной. Потому что если не будет мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, переговоры о котором сейчас, как и ожидалось, заморожены в связи с войной, в связи с ситуацией в секторе Газа, то не будет и никакого аймерка. И поэтому Китай уже тоже получает дивиденды от происходящего, тем самым я не утверждаю, что он как-то влиял на начало войны или на ее развитие. Но в число бенефициаров он входит, и поэтому ему есть о чем поговорить с Владимиром Владимировичем Путиным на эту тему отдельно, независимо от природы их отношений по другим вопросам и сюжетам. Выборы в Польше. Право и справедливость. Ну, проиграть не проиграли, но что ты по этому поводу скажешь? По поводу выборов. Ну, всякая власть надоедает. Анализ структуры голосования ясно дает нам понять, почему победила оппозиция, почему Дональд Туцк, вероятно, представитель гражданской платформы, горнется на пост премьера, потому что очень высокая явка была в городах и среди молодежи. А среди пожилых поляков и сельской местности она была значительно ниже. Тем самым электорат оппозиции был мобилизован гораздо больше, чем электорат права и справедливости. Об этом говорят, собственно, результаты референдума, который был затеян в качестве рекламной акции. Право и справедливости проходил в тот же день, то есть позавчера, на который пришло всего 40% поляков. То есть к избирательным участкам больше 70%. Это самая высокая цифра с момента первых выборов, первых почти свободных выборов в Польше в 1889 году, после крушения коммунистического режима. А на референдуме только 40%. То есть это значит, что все люди, которые правильно поняли про этот референдум и не хотели поддерживать право и справедливость, просто не голосовали, не брали бюллетень для референдума. То есть эта парадигма, нельзя сказать, что она себя исчерпала, поскольку право и справедливость все-таки за него первое место в общем зачете, и по совокупности с ультраправой конфедерацией набралось же немногим меньше оппонентов. Но, да, вся эта антиевропейская линия, в том числе антигерманская, запрет абортов и все прочее, слишком агрессивная рекламная кампания всего этого добра, когда показывались откровенно шовинистические ролики, типа там какого-то человека, звонящего с грубым немецким акцентом и требующего к телефону Дональда Туска, все это сыграло в обратную сторону, то есть это значит, потенциал развития именно этих трендов в судьбе Польши себя исчерпает. Но вся эта история еще раз показывает, что политические нации в том виде правом они складывались на протяжении столетий, как минимум с 17 века в Европе, а потом, когда это понятие уже приняло современное содержание после Великой Французской революции, сама эта концепция претерпевает известный кризис, потому что внутри политических наций образуется субнация, которая находится между собой в конфронтации, очень жесткой. И общая этничность, история и география уже не являются теми факторами, которые полностью цементируют нацию. Цементировать ее можно. Это то, что самое было и в Израиле перед началом войны, и, конечно, когда война началась, Израиль консолидировался для противостояния внешнего врага, безусловно. И внутри политические конфликты были оставлены. Но это не значит, что они не взаимодействуют с новой силой, когда война закончится. Это относится и к Польше, и ко многим еще другим странам. Выбор в Украине. Потому что вот тут некоторое время назад был опрос Центра Разумкова, и почти две трети украинцев отрицательно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине до завершения войны. Соответственно, это меня, честно говоря, несколько изумило, потому что как-то вроде как война в Украине начиналась как война демократии против тирании. И теперь оказывается, что пока война, никаких выборов. И, как сказал президент Зеленский по поводу Жан-Клода Юнкера, бывшего главы Еврокомиссии, когда он стал говорить что-то о коррупции в Украине, что коррупция в Украине – это российский нарратив, то есть коррупция в Украине – российский нарратив. Я видела, по крайней мере, уже одного статусного спикера в Украине, который рассказывал, что выборы в Украине, требования выборов – это тоже российский нарратив. Изумило, я думала, это американский нарратив. Соответственно, почему такое отрицательное отношение, и будут ли выборы в Украине? Потому что, извиняюсь, я как бы добавлю, что также, если выборы не проводить до конца войны, то тогда можно сделать войну вечной, и выборов не будет. Владимир Зеленский здесь обозначил свою позицию, правда, в завалированной форме, но что он хотел сказать, понятно. Он хотел сказать, что он сказал формально, что не пойдет на второй срок, если выборы будут после войны, и пойдет, если будут во время войны. В переводе на более простую конструкцию, это означает, что давайте не проводить выборы в следующем году, и тогда я не пойду на следующие послевоенные выборы вовсе. В этой позиции есть, безусловно, своя рациональная логика, потому что проводить выборы во время войны очень сложно, по всем причинам, которые мы уже обсуждали. Это и огромное количество перемещенных лиц, и ситуация на фронтах, и большие проблемы с безопасностью, то есть как создавать избирательные участки, как все это будет функционировать, как надо вести пропагандистскую предвыборную кампанию. Технологически все это совершенно не ясно. И хотя то, что что-то является российским нарративом, это стандартный прием украинской пропаганды, украинского пиара на всем протяжении практически существования независимой украинности, что ты, если тебя там прищучили, на чем-то скажи, что это российский нарратив, что Россия хочет тебя подстать. Вот, например, Леонид Данилович Кучма, бывший президент Украины, к которому я отношусь с большим уважением, несмотря на отдельные аспекты его деятельности, был и остается, мне кажется, я не знаю, остается или нет, но долгое время точно был твердо уверен, что дело Георгия Гангадзе организовало Россию. Убийство Георгия Гангадзе, основателя украинской правды. Ну, наша украинская аудитория прекрасно знает, что это, поэтому я не буду разговаривать. Для того, чтобы его кучему подставить и не дать ему уйти на Запад. И пленки Мельниченко бросил в Россию, он тоже так твердо считал, с той же самой целью, чтобы его опорочить и не дать ему возможность стать своим в кругу западных лидеров. То есть, поэтому, какие бы ни были проблемы у статусного украинского политика, ему легче всего связать их с Россией. Это понятно. Но, абстрагируясь от этого, действительно, не очень понятно, как выборы проводить, которые сами по себе являются действительно фактором нестабильности, независимо от заинтересованности или не заинтересованности РФ в всех или иных нарративах, действительно, предвыборная кампания будет очень жесткой и грязной. И она приведет к деконсолидации элиты общества вокруг идеи победы, следования определенным целям в войне с Российской Федерацией. Это все правда. То есть, правы обе стороны, как всегда. Притом, конечно, выборы заинтересованы Соединенные Штаты, потому что они хотят не создавать Зеленскому слишком хорошей жизни. Они считают, мы с тобой это не раз обсуждали, я повторяюсь, но приношу всем извинения, потому что, отвечая на этот вопрос, не повторяться в данном случае нельзя. Они считают, что он слишком вошел в образ Уинсена Черчилля, спасителя человечества. И он не вполне ответственно относится к ряду своих обязательств, в том числе в части борьбы с коррупцией, оптимизацией управления, вообще в отношении к советам уважаемых американских партнеров, которые говорили ему не бороться за Бахмут, значит, он продолжал с него бороться. А вот американцы и сейчас считают, что нужно было с Бахмутом не заниматься, а полностью сконцентрироваться на южном направлении. ни в политической, ни в военной сфере Зеленский не придает в должной мере значение. Придает значение, конечно, не в должной мере следует рекомендациям евроатлантических партнеров, которые они считают правильными. А тем временем все равно он постоянно наращивает свои претензии на помощь. Если что-то не получается, то нынешние украинские власти обвиняют в этом все чаще западных партнеров. Например, твой друг Михаил Подоляк, советник офиса, заявил, что контрнаступление в ИСУ забуксовало потому, что поставки оружия задержались на несколько месяцев. Если они задержались на один месяц, то было бы ничего. А так они задержались на 6-8 месяцев по ряду позиций. Это, собственно, я бы сказал, его провал контрнаступления. И, собственно, то, что Зеленский не прибыл бы в Израиль, я думаю, что соответствовало приоритетам не только Израиля, но и США, которые не хотели распылять свою энергию, в данном случае, в лице Блинкина и Байдена, хотели полностью сконцентрироваться на поддержке Израиля, что для Байдена гораздо проще и удобнее, потому что поддержка Украины сталкивается все большее оппозиция внутри США, в американских элитах. И в Конгрессе, который сейчас может выбрать своим спикером Джима Джордана, вообще являющийся украинскептиком. Потому что он голосовал за все резолюции, он голосовал против, вернее, всех резолюций о поддержке Украины, кроме самой первой. Вот такой человек сейчас может вполне стать спикером в палатке и представителем. Поэтому сейчас не нужно во время визита Израиля трогать еще украинскую тему тоже. Тем более, Израиль сейчас запросил военную помощь на сумму 10 миллиардов долларов дополнительных, и, видимо, он ее получит. И здесь уже, в отличие от украинской ситуации, США готовы задействовать своих военных на израильской территории. Речь идет о двух, то ли о четырех, по разным источникам, тысячах морпехов, которые готовы высадиться на израильской земле. Чего сейчас применительно к Украине, США не делают, и, скорее всего, делать никогда не будут. Да, поэтому тоже это отражение все тех же процессов. Ну, смотри, вот после своего визита в США Алексей Ристович, одна из самых ярких фигур украинской политики, на мой взгляд, он очень открыто заявил о недостатках, о многих недостатках, с его точки зрения, о многих провалах политики Зеленского. Он помянул и вот тот самый Бахмут, о котором ты говорил, что не надо было его оборонять так, как его обороняли, и что это была пиар-операция, которая стоила, вместо которой стоило, во-первых, оборонять его совсем других позиций, а во-вторых, потом сейчас стоило созряточиться на наступлении с юга. Кроме этого, он очень сильно наехал на Алексея Данилова, того самого секретаря СНБО, который говорил, что русские – это азиаты, а мы, украинцы, цитирую, от них отличаемся, а мы человечные. И Алексей Арестович вообще отмечал несколько ошибок администрации президента Зеленского, в частности, историю с поляками, когда прямо во время визита Зеленского с трибуны ООН было сказано, ну, в прямую не были названы поляки, которые перекрыли зерновой коридор, но было сказано, что вот, типа, вот некоторые люди, мы видим, прям действуют, как агенты Москвы, относительно Польши, которая, ну, очень много помогала Украине, это, конечно, звучало довольно странно. И, конечно, Алексей Арестович еще давно говорил, что, вот, собственно, делать врагов из тех, кто готов помогать Украине, которые сочувствуют на стороне Украины, что истинная политика заключается в том, чтобы делать друзей из врагов, а не делать врагов из друзей. Вот, собственно, что ты думаешь о поведении Арестовича. Это уже заявка предвыборная? Ну, конечно. Я считаю, что Алексей Арестович давно, уже несколько месяцев назад ясно давал понять, хотя никогда не говорил в этом в открытую, что он мог бы возглавить некую политическую силу, ориентированную на русскоязычный электорат Украины. Притом, естественно, пророссийских никаких политических сил в современном Украине быть не может, но силы представляющие русскоязычный электорат, конечно, могут быть, поскольку русскоязычный электорат велик, он нуждается в защите своих интересов. Русскоязычные украинцы очень обильно воюют на фронтах, представлены в армии и вообще в силовых структурах и всегда. Собственно, силовые структуры Украины были по преимуществу русскоязычными. Интенсивно украинизироваться они начали только в последние годы, но этот процесс не то чтобы дошел до стопроцентной отметки. Поэтому русскоязычные украинцы большая их часть проявил себя как активные патриоты Украины, поэтому хотят об этом всем напомнить, чтобы их права не ущемлялись во время и после войны. Алексей Данилов собственно, Алексей Данилов реагировал на Алексея Вячеславовича, Данилов, на публичные заявления Алексея Николаевича Аристовича, я все читал, два слова. Традиционными словами агент ФСБ. Ну, что это агенты Кремля, которые хотят создать пророссийскую политическую силу в Украине, что на сегодняшний день невозможно. Ну, по путному ветру, что называется, всегда хорошо, когда появляется новый яркий политик и появляется политическая конкуренция в демократическом обществе и мире, но все же я здесь во многом согласен с позицией Зеленского и Офисе по поводу выборов. Их очень трудно пройдить в 2024 году, кроме того, их проведение противоречит законодательству. То есть нарушением законодательства является не отказ от выбора, а их проведение, поскольку и украинский закон о правовом режиме военного положения, и избирательный кодекс, имеющий статус закона, они исключают такую возможность. То есть их надо как минимум поменять, прежде чем проводить выборы. Для этого нужно парламентское большинство, да, не отменять конституцию, она не запрещает проводить выборы в условиях военного положения, но два законодательных акта как минимум надо поменять. И нужно понять, действительно, с какими издержками это будет сталкиваться. И, безусловно, многие претензии к Зеленскому и его власти вполне оправданы. Но я соглашусь с теми, кто, ну, скажем, как сегодня в Израиле, дома на кухне, естественно, только ленивый некастерит Биби Нетаньяр. Руководители израильских спецслужб сами честно признали, что они провалились и не смогли превотвратить войну. Но все-таки общий нарратив стоит в том, что вся эта разборка должна состояться после войны. Что никто не будет требовать сейчас отставки Нетаньяру и руководителей спецслужб. И эта концепция, на мой взгляд, во многом касается современной Украины. Как ты оцениваешь шансы Арестовича? Ну, русскоязычный электорат достаточно большой. Значит, как парламентская сила Арестович может быть вполне эффективен, если он получит доступ к соответствующим ресурсам. И если офис президента Украины не замет в его отношении жесткую позицию. А что касается... Но все-таки на сегодняшний день Арестович политическая фигура не первой звездной величины. Таких в Украине пока только две. Это, собственно, президент Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужин. В том числе и, собственно, недавние опросы к МИСОК, Киевскому международному институту социологии Центра Разумкова, на которых сразу показывали как бы опросы доверия, что действительно максимальный рейтинг, хотя в рейтинге доверия Зеленский занимает лишь седьмое место, но первые шесть занимают, собственно, вооруженные силы Украины, другие силовые структуры, волонтерские организации, добробаты, то есть ни одного политика, ни одного института более популярного, чем президент, нет. И доверие к президенту все равно на уровне более 70%. Все политики старого и Шилона просто не котируются, то есть все бывшие президенты и премьеры Украины находятся в гетто там 15-20% и не больше. У Алексея Рисовича дела чуть лучше, но не сильно. Между ним и Зеленским и Залужином по-прежнему пропасть. Поэтому все-таки должна закончиться война, для того, чтобы мы поняли, из кого будет состоять аванс сцена украинской политики в целом. Ну, тогда, как ни странно, как ты оцениваешь вероятность того, что Залужный будет участвовать в выборах? Я скажу, почему я спрашиваю. Потому что, с одной стороны, мы видим, что, вернее, не видим, но знаем, что Блинкин, когда приехал в Украину, он 4 часа провел с Залужным и 2 часа провел с Зеленским. Если я не ошибаюсь, с Зеленским и Ермаком, но в данном случае это не суть важно. Я просто знаю, что были ходоки к Залужному с просьбой баллотироваться в президенты, на что он, естественно, ответил, нет, насколько я понимаю. И, кроме того, есть уголовное дело, которое началось аж в марте 2022 года и которое неофициально, хотя там формально Залужный никак не проходит, все не менее, это уголовное дело по типу, почему сдали ЮК, и действительно Залужного таскали по нему на допросы. Так же, как и генералов, которые непосредственно сейчас воюют. Соответственно, возникает вопрос, есть ли что с политическими перспективами Залужного? Формально Залужный проходит по этому делу как свидетель, не более, но и не менее. Ясно, что это дело можно развернуть в любую сторону и показать, что именно неэффективные действия военного руководства привели к стремительной сдаче ЮГ и Херсона, в частности, поскольку не были взорваны мосты, это самый основной факт. Не один из основных фактов, в фабуле этого уголовного дела, что военные не взорвали мосты между Крымом и украинским Мэйлендом, что и привело к стремительному продвижению российских войск и созданию сухопутного коридора на Крым контролируемой РМ. И, собственно, в инвективах Алексея Николаевича Ристовича как раз Залужный выводится из-под удара, если я правильно анализирую эти тексты. Там как говорится о том, что неудачные военные решения, включая Бахмута, это решение именно Зеленского и политического руководства военной может быть и были против, но ничего не могли этому супостовить. То есть можно сказать, что Аристоич в значительной степени подыгрывает не только себе как лидеру определенной политической силы в будущем, но и Залуженному как возможной альтернативной фигуре первой звездной величины. Но ясно, что до окончания боевых действий Залуженный баллотироваться президентом не станет. И в этом смысле лучший способ исключить его из числа президентов на президентский пост это провести выборы во время войны. С политтехнологической точки зрения это так и надо делать, поскольку он явно не разменяет позицию военно-командующего на участие в президентской кампании. Да, и я согласен в том числе с аргументацией Алексея Данилова, хотя я далеко не его единомышленник. И я тогда еще говорил, что заявление о том, что русские это азиаты звучит весьма двусмысленно, потому что, ну хорошо, как представитель воюющей страны ты можешь оскорблять русских. Но зачем же азиатов? Азиатов-то зачем? Когда Китай и Индия являются очень важными для тебя игроками, как минимум. И Китай, и Индия, и Япония, что они должны подумать в этот момент? Надо лучше готовиться к выступлению, как, собственно, это относится к выступлению полуторагодичной давности Владимира Зеленского в израильском Кнессе. Но поэтому, да, Залужин объективно является очень крупной политической фигурой, независимо от собственных желаний. Кроме того, безусловно, весь опыт его публичного присутствия, присутствия в публичном пространстве в сестне прошлого года показывает, что у него есть публичные амбиции, я не утверждаю, что президентские. Но то, что он не собирается отсиживаться в тени, это, безусловно, так. И если он это делает, то только для того, чтобы не выносить какие-то противоречия, разногласия с политическим руководством на передний план. Но во время войны вряд ли эта рокировка произойдет. Она может произойти только после войны. Прекрасная новость из Америки, из Гарварда. Если ты помнишь, если помнят наши слушатели, там студенты Гарварда, очень много сообществ, подписала петицию в поддержку Хамаса. После того, как их над ними начали издеваться и даже возник вопрос, что просто некоторые люди не наймут их в будущем. Они разместили новую петицию, которая просит донаты. Донаты в пользу вот этих вот людей, которые подписали петицию в поддержку Хамасу, потому что они могут нуждаться в юридической помощи, они могут нуждаться в психологической поддержке, в финансовой поддержке, потому что вот сейчас они подвергаются баллой, значит, их типа на них наезжают. И это очень нехорошо, они нуждаются в поддержке, они бедные, их тоже угнетают. И, соответственно, что ты скажешь по поводу этой прекрасной новости? Ничего нового в ней нет. Значительная часть университетских сообществ в Америке всегда была настроена антиизраильские и пропалестинские, отчасти антисемитские. И, собственно, весь круг левых интеллектуалов и запряженных с ними, чье влияние в университетских средах непропорциально велико. И это связано вообще с, на мой взгляд, это отражение кризиса системы образования в целом. Потому что нарративы, которые сегодня существуют в американских университетах, и которые приходится слышать от профессоров, я не говорю уже о студентах, они иногда от них волосы дыбом стоят. При этом, естественно, университетские среды всячески блокируют проникновение любых альтернативных, как нарративов, так и людей. Часто по, сугубо формальным признакам, и мы знаем сегодня, что сегодня было оглашено, что значительная часть спонсоров Гарварда, особенно связанных с Израилем или еврейскими кругами, отказывается от дальнейшего финансирования его авторитетнейшего учебного заведения. Но я говорю, что фактически ничего нового здесь не происходит. Это отражение тех трендов, которые набирали силу в минувшие как минимум три десятилетия. Но на более общем уровне это говорит о том, что реформа глобального образования не за горами, хотят это образовательные среды или нет. Тут придется и как вообще всякая катастрофа, она же носит очистительный характер, а не только разрушительный. И случайно спецоперация Хамаса называется потоп Алякс. Вот нынешний кровавый потоп, который захлестнул мир и захлестывает еще, и может быть мы присутствуем сейчас и не при кульминационном в пазе Четвертой мировой войны, еще раз обрисую аудиторию к моей программе Четвертая мировая война на канале Белковский, он приведет к пересмотру многих важнейших решений. Как эпидемия COVID-19 должна была это сделать, поскольку она должна была поставить анализ результатов, должен был поставить вопрос о том, кто же это придумал, вот такие антиковидные меры и разрушительный для человечества карантин. Но из-за того, что началась сначала война в Украине, а потом теперь уже и в Израиле, сейчас как бы не до анализа плодов COVID-19. Но после окончания переходной эпохи все это будет проанализировано. И мировым, подобно тому, как политикам разных стран современности придется отвечать за то, что они, а, не предотвратили войны, б, действовали недостаточно эффективно во время войн, и даже не прекращали масштабно воровать во время войн у собственных наукоплательщиков. Так и экспертным элитам, научным элитам придется тоже ответить на вопросы, куда же они завели уверенные их по печенью отрасли. Ну вот смотри, как раз о профессорах. Вот профессор Корнелл Юниверсит, его зовут Рассел Рикфорд, он объяснил, что все, что сделал Хамас, ну вот включая отрубленные головы младенцев, а и люди, запытанные перед смертью, это возвышает, это придает энергии, и даже каждый, кто этим восхищается, он not human, он не человек. И, соответственно, тебе не кажется, наоборот, что тренд очень сильно меняется, потому что, несмотря на высказывания этого профессора и многих других, мы видим совершенно неожиданное. мы видим на Западе, мы видим особенно в Европе, просто разгоны демонстраций в поддержку Хамаса. Впервые мы слышим от европейских политиков слова, что эти люди будут высланы из Европы. Мы такого не слышали ни после одного теракта, включая Батаклан, ни от Франции, ни от Германии. Вдруг, после вот этих вот демонстраций, мы это реально слышим, не говоря уже о том, что, несмотря на все традиционные протесты организации озабоченных наций, мы видим, что Израиль не обращает на это ни малейшего внимания. Ну, как говорила Голдемейр, лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнования. А самое главное, мы видим, что настоящий истеблишмент не профессора, не организации озабоченных наций, а настоящий политический истеблишмент, включая того же самого Байдена, поддерживает Израиль до конца. Ну, во-первых, профессора такой же настоящий истеблишмент, как и политики, здесь я никак не могу с ним согласиться. И кто больше влияет, это еще большой вопрос, потому что система образования это огромный источник власти, так же, как и медицина. Врач — это колоссальная инстанция власти, как и учитель, педагог. Потому что врач может определить твою судьбу на долгие годы вперед, и ты только эти долгие годы спустя поймешь, насколько было велико его место в твоей судьбе. Зачастую гораздо легче предстоять любому полицейскому давлению, чем позиции собственного врача. То же касается и к учителю, который формируется в своей определенной схеме и конструкции в твоей голове. И ты мыслишь этими конструкциями, не отдавая себе в этом отчеты. Подобно тому, как мольеровский герой всю жизнь говорил прозы, и сам узнав об этом только во второй половине жизни. Поэтому это очень важный элемент истеблишмента. Власти, да, большинство евроатлантических стран, они настроены весьма жестко, разумеется. Ну, вчера же была еще трагедия в Бельгии, когда перед матчем, вольным матчем Бельгии и Швеция выходец из Туниса, ныне ликвидированный, как нам сообщают, так это или нет, неизвестно, достоверно убил двух болельщиков сборной Швеции. И когда стали разбираться, выяснилось, что этот киллер, который совершенно свободно чувствовал себя на улицах Брюсселя, его зафиксировали десятки видеокамер в разных местах, как он готовил свое преступление. Никто ему не помешал, тем не менее, его осуществить. Он явно говорил о том, что он делает это во имя Хамаса и против Израиля, хотя под раздачу попали шведы, а вовсе не евреи. И он прибыл в Европу еще в качестве нелегального беженца из Туниса на остров Лампедуза в Италии, традиционную перевалочную базу беженства в 2011 году. Ему неоднократно отказывали в убежище. Он несколько раз сидел в тюрьме, но за все эти 12 лет его нелегального пребывания в Европе уже с криминальным трек-рекор его так и не высказали из Евросоюза. И это, естественно, как никогда прежде ставит вопрос о том, что делать со всем этим. Это еще один аспект очистительной силы войны, который является не только катастрофой, но и прологом будущего. Но здесь я бы не сказал, что наметился, новые тренды, конечно, намечаются. Еще пока старые исчерпали себя, новые и старые живут в одном флаконе и варятся в одном цивилизационном бульоне. Ну вот как раз о новых трендах. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что происходит одна необыкновенная вещь, которая заключается в том, что... Извините, я как-то рекомендую про ООН. Про ООН я забыл сказать, что организация объединенных наций, я все-таки считаю более хорошим мемом не организация озабоченных наций, а организация объединенных галлюцинаций. Вот организация объединенных галлюцинаций, она всегда выступала против Израиля, всегда. Вообще все решения, когда Израиль вошел в Восточный Иерусалим в 1667 году и на Западный Бирюк, все это категорически осуждало ООН голосованием подавляющего большинства генассамблеи. В США в ряде случаев не применяли своего права в совбезе, и все эти резолюции действуют. Действуют резолюции о том, что Ислам должен... Что Ислам? Это говорка по Фрейду, прошу прощения. Израиль должен освободить Восточный Иерусалим и передать его Палестинскому государству немедленно. Когда Израиль принял основной закон об Иерусалиме, как столица Израиля в 1670 году, ООН немедленно отреагировал на него осуждающей резолюцией, требующей отменить основной закон Израиля об Иерусалиме, и США не заблокировали принятие этой резолюции опять же. Поэтому... И всегда Израиль посылал эту организацию объединенных галлюцинаций нафиг. Поэтому в данном случае я не считаю, что случилось, что мы порвались в какую-то новую реальность. И он играет свою традиционную роль, и Израиль традиционную роль. Хорошо, тогда я назову еще одну примету новой реальности. Эта примета новой реальности заключается в том, что несмотря на то, что вот эти вот пропалестинские демонстрации, особенно на кампусах западных университетов, создают у нас ощущение, что арабский мир един, и исламский мир един. Так вот, исламский мир не един, арабский мир не един. Мы видим, скажем, бедуинов, которые решительно поддержали Израиль. Ну, бедуины всегда были отдельно сами по себе в Израиле. Мы видим там отдельные фантастические случаи, которые я не буду все полностью пересказывать. Может быть, перескажу в своей программе. Но я хотя бы вот две важных вещи отмечу. Это, конечно, Мансур Аббас. Напоминаю, что это лидер Раам, который просто осудил Хамас публично. Напоминаю, что это лидер израильской арабской парламентской партии. И я не могу не прочесть. Одну секундочку. Секунду. У меня это куда-то дело убежало. Это заявление Глобального Совета Имамов, который находится в Ираке, в который входит около полутора тысяч исламских имамов, который решительно осуждал Хамас, рассудил Хамас, цитирую, его геноцидный антисемитизм и всеуничтожающую идеологию. Сегодня, пишет Глобальный Совет Имамов, мы находимся, стоим в солидарности, в единении с еврейским народом, а во время этого тяжелого времени, и дальше они заявляют свою позицию. Ну, позиция, собственно, уже ясна. Я это, собственно, к чему? Тебе не кажется, что все-таки что-то меняется? И в то время, пока деколонизаторы продолжают спеть свою песню, что вот так выглядит деколонизация с отрезанными головами младельцев, то, собственно, те, кого они хотят деколонизовать. Не-не-не, ребят, пожалуйста, не надо. Мы с Израилем. Здесь не все, не все так очевидно, потому что, во-первых, Глобальный Совет Имамов не является глобальным советом. Это естественно, конечно, понятно. Да, но это организация. Нет, Мансур Аббас – это израильский гражданин, лидер, если может кто-то не знает, поскольку это не самый популярный человек в мировой политике, лидер израильской арабской партии РААМ, которая представлена в израильском парламенте, и в прошлом году еще входил в правительство Израиля, партия РААМ. Поэтому, естественно, в этой ситуации она будет поддерживать Израиль. И, кстати, после этой войны снова будет поставлен вопрос о роли и мести арабов в Израиле. Это снова будет проблематизирован вопрос. Является ли Израиль еврейским государством в полном объеме или нет? Потому что эта полемика выйдет на новый уровень, поскольку являются ли израильские арабы неотъемлемой частью государства Израиля, и должны ли они служить в армии? Потому что давно уже выясняется, что многие арабы хотят служить в израильской армии, но их туда не берут. Являются ли израильские друзы стопроцентными израильтянами, или стопроцентными израильтянами являются только евреи? Это полемика, которая идет столько, сколько существует государство Израиля, И сейчас она после войны и на фоне войны резко, безусловно, обострится. Собственно, из-за чего нельзя было принять до сих пор Конституцию Израиля? Из-за того, что нельзя было написать ее первую главу с описанием точных параметров, является ли настоящим израильтянином только еврей или нет. И, соответственно, должно ли быть сказано в этой первой главе Конституции, что Израиль является еврейским государством или он государством всех своих граждан. Это большой вопрос. Поэтому с Мансуром Аббасом здесь ничего не изменилось, но он и должен был так делать. Кроме того, не Мансур Аббас, а Махмуд Аббас, глава Палестинской национальной администрации, в определенной степени осудил Хамас, но, исходя из своих вполне понятных шкурных интересов, он хочет забрать. Ну, у него старые шкурные интересы, да. Слушайте, но Хамас столько фатховцев убил. Да, он хочет вернуть израильскими и американскими руками контроль над сектором газа и уже с этих позиций торговаться дальше. Израиль фактически поддержали Бахрейн и ОАЭ, которые связаны с ними, с соглашениями Авраама, достигнутыми при посредничестве Дональда Трампа в 2020 году, и во многом усилиями его зятя Джареда Кушнера. Египет и Ордания лояльны. Израиль в достаточной степени с тех пор, как они подписали с ним мирные соглашения. Египет в конце 70-х, а Ордания в начале 90-х годов 20-го века. Естественно, Египет и Ордания заявили при этом, что они ни в коем случае не пустят палестинских беженцев к себе. Король Абдалла II и Орданский заявил, что это вообще красная линия, что только через его труп палестинские беженцы двинутся в Орданию. А если кто-то хочет принять палестинских беженцев, тот пусть и принимает. Имея в виду в данном случае Евросоюз, но с другой стороны это можно предложить Ивановичу Путину, правильно? Если он большой друг палестинского народа, чего бы ему не принять несколько миллионов палестинских беженцев в малонаселенных регионах Российской Федерации с низкой плотностью населения, откуда их, с одной стороны, можно хорошо использовать в стройкомплексе, с другой стороны, отправить на украинские фронта. Это нельзя обеспечить сам, безусловно, чистый перевес. Поэтому, но с другой стороны, самый сейчас больной вопрос для Израиля – это отношение Саудовской Аравии, на которую завязан в частности проект Аймек и много еще чего. И вот это с этим пока нам не ясно. Владимир Владимирович Путин много, он великий учитель человечества, много, кому чему научил. Он научил Си Цзиньпина, не только Си Цзиньпин ему научил в цифровом концлагере, но и Путин научил Си Цзиньпина, что придя к власти, отменив концу Чиньзи, никогда уходить, что не соответствовало китайской политической традиции до Си Цзиньпина, от Лен Сяопина до Си Цзиньпина. А то без Путину Си бы не догадался. Вот авторитарная власть – это такая удивительная вещь прямо. Он, нет, он, может, догадался бы, но все равно это перелом был в китайской, это была внутренняя революция в китайской политической системе элите. А еще Владимир Путин научил наследованного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Сальмана, как опаздывать на много часов своим собеседникам, чтобы тем самым подчеркнуть их зависимость от себя. Вот именно поэтому Мохаммед бин Сальман продержал целую ночь Антони Блинкина. Они сначала должны были встречаться поздно вечером, а встретились только утро. Поэтому сейчас главное – это все. Все игроки ведут себя достаточно предсказуемо, не ясна только позиция саудитов. А она, с точки зрения международного контекста, для Израиля сейчас является, если не решающей, то одной из решающих. В этом смысле надземная операция, она задерживается. Это ждали визита Байдена, чтобы его не подставлять? Ну, по-сей день ждут, потому что очень много сил, которые предупредили, что их отношение к Израилю изменится резко в негативную сторону, если надземная операция начнется. Ну, Иран, понятно, он обещал напитать своих прокси. И здесь Вадим Ильич выходит посредник и говорит, что он может спасти Израиль от этого напасть. Сможет или нет, не знаю, но предлагать эту услугу точно будет. И здесь саудиты, да, они тоже предупредили, что переговоров об этом сакральном соглашении не будет, если начнется наземная операция. И здесь Байден, который относится к этому весьма насторожен. Поэтому, как минимум, поэтому сегодня уже представитель ЦАХАЛа, то есть армии обороны Израиля, заявил, что, возможно, наземной операции не будет, посмотрим. Я все равно считаю, что она будет, потому что у Израиля нет политического выбора, даже не военного, а политического. Он не может ее избежать, потому что надо выполнять обещания по уничтожению инфраструктуры Хамаса. Но к чему она приведет, тоже совершенно пока не ясно. Ясно только одно. Поскольку Израиль создан в соответствии с Ветхим Заветом, то он уцелеет, с ним все будет хорошо. А вот что будет означать это хорошо? Оно будет означать, безусловно, существенное переформативание политической системы Израиля после войны. Оно таки будет означать реанимацию проекта палестинского государства, который реактуализирован, бессомненно, этой войной. Ну а хорошо, а что будет тогда после наземной операции? Вот, допустим, представим себе, что с теми или иными потерями Хамас действительно ликвидирован, его военное и политическое руководство зачищено. Ну, во-первых, совершенно точно не все боевики Хамаса убиты, но это еще ладно. Хотя, напоминаю нашим слушателям, что там просто многие из них на камерах остались, когда входили в кибуцы, и всех их, многие из них не прятали лиц. Но дело не в этом, а дело вот в тех двухлетних детях, которые рассказывают, как они будут убивать евреев. Да, эти дети являются заложниками Хамаса. Да, очень многие из этих детей, вырастая, понимают, что на самом деле происходит. И я вот уже нашим слушателям говорила о таком уникальном явлении, которое называется масштаб с П на конце. Это люди внутри ГАЗы, которые сотрудничают с израильскими спецслужбами, фактически, причем очень часто не на страх, а на совесть. Очень часто они просто настолько ненавидят Хамас, причем это массовое явление, что они проникают в его структуры, они сдают то, что происходит. Они это делают за то, чтобы фактически получить новый паспорт, новую жизнь, и очень часто, чтобы их будущей жизни принимали за евреев. Это очень много говорит о том, какова структура террора Хамаса. Но тем не менее, а как вылечить людей, которые тяжело больны, честно говоря, то же самое можно сказать по поводу студентов Гарварда. Об этом мы говорили в самом начале. Хамас не просто террористическая организация, а популярная политическая сила. И поэтому разруха в головах, как всегда. Поэтому это вопрос, который тоже будет поставлен. Если арабы из сектора Газы, как ты говоришь, из западного берега хотят оказаться в Израиле и стать израильтянами, то им должен быть ответ на вопрос, являются ли они стопроцентными израильтянами или таковыми могут быть только евреи. Это вопрос, на который предстоит ответить вскоре после войны. То есть также предстоит ответить на вопрос, кому будет передана власть в том самом создаваемом палестинском независимом государстве, сможет ли эта власть полностью изменить дискурс этого государства с НТС об уничтожении Израиля, НТС о мирном с ним сосуществовании. Это вопросы, на которые сегодня нет ответов. В общем, ответ только один, что на эти вопросы придется ответить. Как говорил судья баронесса Элизабет Глостер, которая была судьей на процессе Березовский против Абрамовича в лондонском суде, господин Березовский, она сказала в самом начале процесса, запоминающуюся фразу, сказал господин Березовский, он про что-то сказал, про один вопрос, помню, какой он у него сейчас грузить, он сказал, хороший вопрос, сказал Борис, на что судья ему ответил, господин Березовский, это не хороший вопрос, это очень плохой вопрос. Проблема состоит только в том, что прямо сейчас на него придется ответить. Вот точно так же можно сказать про все основные вопросы, которые возникают в связи и вокруг войны, и вокруг войны в Израиле, в том числе и только что поставленный табор. Ну и тогда последний вопрос, который еще более плохой или еще более хороший. Мы его, собственно, вчера обсуждали с Сергеем Гуреевым, и звучал он, когда я его задала Гурееву, так. Вам не кажется, что Запад фундаментально просчитался с санкциями относительно Путина в том смысле, что Запад больше не имеет экономической монополии, что у Путина есть достаточно связей с Китаем, с Индией, с любой Бразилии. Экономическая монополия Запада, в отличие от XIX века, просто-напросто утеряна. И сколько санкций не вводи против людоедов, они не действуют, потому что есть или другие людоеды, но на самом деле людоедов не очень много, или просто нормальные прагматичные режимы, которые не очень либеральные, но которые не заморачиваются всякими западными... Как бы это сказать, я сказала бы ценностями, если бы Запад сам свои собственные ценности не придавал тоже. Это вопрос, что в конце. Запад не может сформулировать свою ценностную платформу, все остальное приложится. Что касается санкций, это долгосрочный проект, и в долгосрочном плане он играет, потому что есть вопросы локальные, которые могут решаться локально в мире и будут решаться. В этом смысле уже просто сама тема Запад-Восток, Север-Юг, это все анахронизм. А есть вопросы глобальные. Это вопросы денег и технологий. В них по-прежнему ключевое влияние находится в руках США и Союзма. Особенно в технологической сфере. Продавать нефть РФ может в обход западных санкций сколько угодно, хотя бы с меньшими доходами, чем прежде. Но создать новую технологическую базу РФ не может, как не может и создать даже Китай. Именно поэтому сейчас США усиливают санкции в отношении поставок в Китай полупроводников и падают сегодня акции NVIDIA. По-моему, упали на достаточно значительную величину. Но в целом, что вовсе не в санкциях делал. И это сказал, кстати, человек, оказавшийся в данном случае абсолютно правым, Путин, Владимир Владимирович, который сказал, я не знаю, какие ценности защищают по ту сторону линии фронта. И пока ответ на этот вопрос не дан, победы Запада быть не может, успеха Запада быть не может. Потому что я верю только в политику ценностей. Политика интересов имени Киссинджера и его единомышленников. Она всегда хороша на коротких временных отрезках. Вот действительно, Путин же прав, когда он спрашивает, почему же вы не признаете тех, кого формально не признаете, а официально тех, кого защищаете. То есть вы исключили тайванесов без ООН и признали Китай. Теперь вы защищаете Тайвань. В ответ на вопрос, является ли Тайвань частью Китая, вы отвечаете, да, является. Тогда где же моральные основания для того, чтобы защищали Тайвань дальше. И да, но этот очень плохой вопрос Западу придется ответить и достаточно быстро. Ну тогда последний вопрос. Зачем Путин поехал в Китай и нападет ли Китай на Тайвань? Фулл хаос, что называется. Про нападение Тайваня на Китай подробно разбирается в моей программе Четвертой мировой войны. Я считаю, что такая вероятность существует. Хотя издержки этой войны очень велики. Но когда мы оцениваем вероятность военного столкновения, издержки не главные. Главные другие совершенно факторы принятия решений о большой войне, которые всегда существовали в мировой истории. Поскольку если некая ситуация подошла к войне, то уже как бы все учтено в цене товара. Значит, издержки рассматриваются сторонами как меньшие по сравнению с теми факторами, которые есть в движущей силе будущей войны. А Путин поехал в Китай, во-первых, обсуждать пояс путь, к которому он хочет сыграть определенную роль. Во-вторых, я думаю, он согласовывает свой мирный план по Палестине. Поскольку, возвращаясь к мысли, Китай, безусловно, бенефициар нынешней войны в Израиле. Что не тождественное утверждение, что он имеет какое-то отношение к этой войне прямой? Нет, конечно. Может имеет, может не имеет. Мы этого пока не знаем и не узнаем. Кроме того, что китайское судно вроде было последним, кто появлялся перед взрывом газопровода между Эстонией и Финляндией. Но то, что это судно было китайским, вовсе не означает, что китайские власти имеют к нему отношение, разумеется. Но срыв проекта Аймек, который официально предложен Соединенными Штатами, это не какие-то умозрительные концепции или слухи. Это, конечно, для Китая очень выгодно и очень важно. Именно поэтому, я думаю, он готов дать делегировать Путину определенные полномочия в качестве ко-спонсора создания палестинского государства. Ну что ж, на этой прекрасной ноте, Стас, большое тебе спасибо. Нота была не только прекрасная, только ужасная, а прекрасной только была наша принцесса Юлия Леонидовна, с которой я прощаюсь. До скорого свидания. Нет, я горячо возражаю. Прекрасен был еще кот-галстук. Посмотри, какой он толстый и какой он довольный жизнью. Толстый и довольный жизнью – это я, но кот-галстук еще, еще, еще. Превосходит меня во всех отношениях. Ура, до скорого. Да, а ты не хочешь порекламировать опять свой канал? Так, Стас уже нас покинул, а я, тем не менее, призываю, во-первых, подписываться на его канал, во-вторых, подписываться на наш канал, делиться ссылками на этот эфир и ставить лайки. Не забывать приходить к нам завтра, потому что у нас будет замечательный гость. Не забывать поддерживать нас на Патреоне или Пейпале, если у вас есть такая возможность. А также, как я уже сказала, мы обязательно поставим в описании этого канала также ссылку на литрес с моими книгами от «Охоты на изюбре» до колдунов и министров и до исторического Иисуса. И пишите, хотите ли вы, чтобы я сделала длинный стрим или эфир или видео по поводу правозащиты, истории правозащитного движения и каким образом получилось, что те люди, которые вроде как должны являться совестью мира и за все хорошее, рассказывают нам, как и вдохновляют люди, отрезающие головы у младенцев. На этом до свидания, господа.